Привет всем, кто нас смотрит. Сегодня мы работаем с автомобилем Renault Mascot 3. Произг DXI, двигатель 3 литра, 150 лошадиных сил. Стартер крутится, двигатель не запускается, диагностика показывает низкое давление топлива в рампе, не хватает для запуска давления. Но решили проверить форсунки на слив, может быть какая-нибудь форсунка пропускает давление в обратку. Но как выяснилось, что слива с форсунок совсем не оказалось. Но предположили, что и подача, в общем-то у нас в топливной рампе тоже нет давления. Мы подключили манометр высокого давления в топливной рампе. Сейчас я вам покажу, что у нас из этого получилось. Вот вы увидите старт двигателя, давления у нас в топливной рампе никакого нет. После этого подключили манометр низкого давления к обратке, посмотрели, что у нас там. И увидели, что в обратке воздух, пена, давление 0,5 бар. Ну, когда поняли в чем дело, запустили двигатель. Я после вам покажу, в чем, собственно, была неисправность. Подключили оборудование диагностическое, решили посмотреть режим работы двигателя в онлайн-режиме. Ну, в принципе, двигатель работает более-менее нормально. Единственное, что немножко жестковато. Вот вы видите в правом нижнем углу перепад давления в топливной рампе. Вот видите, вот этот показатель не очень хороший. Сначала подумали, что это из-за неправильной работы форсунок. Но, как выяснилось, форсунки у нас работают все более-менее нормально. Все они в параметрах. Вот вы видите работу топливных форсунок. Выяснилось, что машина перешита, удален клапан EGR. И диагностика это видит, что отсутствует клапан EGR. Ну, а дело было вот в чем. Вы видите фильтр-отстойник. Значит, между фильтром-отстойником и креплением фильтра, вот вы видите черный дисковый, это обогреватель дизельного топлива. Соответственно, вот он в левой части. Вот я вам сейчас покажу. Соответственно, между топливным фильтром и обогревателем топлива ставится фторопластовая пластинка. Шайбочка такая. Она лопнула и не хватало низкого давления для старта топливного насоса. Всего доброго. Спасибо за внимание.